Оперативное совещание Оперативное совещание началось с поздравлений Ради Фаритович поздравил своего дорогого друга Господина Беляева Бориса Владимировича с 43-летием Пожалуй, что это один из самых молодых, наверное, вице-премьеров правительства в Республике Башкортостан Прямо скажем, не самый удачный Завершив поздравления, Хабиров вместо вступления к совещанию Отчитался о заседании правительства, которое рассматривало социально-экономическое развитие региона за полгода И это заседание прошло на прошлой неделе, почему-то оно как-то не особенно освещалось В целом Хабиров охарактеризовал отчет работы правительства за полгода 2019 года Совершенно типичной хамитовской фразой Результаты у нас довольно неплохие В последнее время Хабиров очень часто использует вот эти вот Я их называю хамитовскими характеристиками Они такие обтекаемые, они такие нейтральные, они такие ничего не объясняющие И Хабиров перечислил несколько основных показателей социально-экономического развития В основном, конечно, экономического Он сообщил, что индекс промышленного производства вырос в Башкортостане на 4,4% Розничный оборот вырос на 3,2% Объем строительных работ на 3,7% И впервые сельское хозяйство вышло на 100% А что такое вышло на 100% я не знаю, но возможно оно не упало по сравнению с прошлым годом Что характерно, все эти цифры находились в диапазоне той инфляции, которую у нас даже Центробанк сейчас подтверждает То есть в переводе на русский язык эти цифры говорят ни о каком не росте А всего лишь в следовании экономических показаний той инфляции, которая есть в стране Условно говоря, валовый оборот в торговле мог вырасти только за счет того, что просто поднялись цены Внештатным вопросом оперативного совещания стал вопрос ситуации вокруг загрязнения реки Изяк И возможным попаданием отравляющих или вредных веществ в реку Белую, а потом и в водозабор города Уфы Напомню, что эта ситуация сложилась с 26 июля и длится по всей видимости по сию пору Хабиров назначил ответственным за решение этой проблемы и возглавляющим комиссию по решению этой проблемы Первого заместителя руководителя администрации Рината Баширова И именно господина Баширова он попросил отчитаться о ходе работ, предпринятых мер и так далее Баширов доложил в стиле такой военной сводки, таким металлическим голосом А-ля башкирский левитан Ринат Рашидович сообщил нам, что 26 июля, 21.10 Поступили первые сообщения о гибели рыбы и помутнении вод в реке Изяк Уже буквально через 3 с чем-то часа, в 0 часов 45 минут 27 июля сообщение было подтверждено МЧС и так далее В 058 информация передана в Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Минэкологию, Росрыбнадзор и прочий надзор Феноменальная оперативность, прямо скажем, я не знаю, каким образом можно проверить, подтвердить Или опровергнуть вот эти вот часы и минуты поступления заявлений Но тем не менее Ринат это дело нам все изложил Уже 27 июля, со слов Рината Баширова, на место прибыли все указанные службы И начали брать пробы воды выше, ниже и в месте загрязнения Уже 29 июля, то есть через 3 дня, были обнаружены источники загрязнения А именно канализационные отводные трубы, которые каким-то загадочным образом шли от Полиэфа в сторону водных объектов Кстати говоря, все эти трубы и все эти колодцы не числятся в технологических картах и документах Полиэфа И в общем, якобы через эти трубы, в эти колодцы, а потом уже в грунт и в реку Изяк поступили некие ароматические, органические вещества и химические вещества потребителей кислорода Именно так это было характеризовано в докладе Баширова И дальше началось мутное, смутное, непонятное Баширов рассчитал и рассказал, как они до 31 июля возвели там временную дамбу Что к 31 июля ПДК отравляющих и вредных веществ в реке Изяк пришло в норму Потому что вредные химические соединения, компоненты не попали в водозабор города Уфы Это было главным, что пытался донести господин Баширов Но возникает в связи с этим докладом несколько вопросов Основной контекст этого доклада был в том, что события малозначительные Последствия еще менее значительные Непонятно, виноват ли Полиэф Были ли это промышленные сбросы, стоки сточных вод, в которые попало что-то на Полиэфе Или что-то еще абсолютно не конкретизировалось Не назывались названия химических веществ, которые загрязнили воду в реке Изяк И это самое главное Нигде, ни в прессе, ни в заявлениях самого Полиэфа, ни в докладе Баширова Названий отравляющих или химических, или вот этих вредоносных веществ не числятся Это очень нехорошо, это очень подозрительно В том смысле, что когда понимаешь, какой яд попал в грунт, в воду Не сложно предположить о последствиях Вот вспомним фенольную и диоксиновую катастрофу 90-го года Тогда было понятно, какое вещество попало в воду Каким образом оно взаимодействует, скажем, с грунтом С организмом человека, с кондиционными водопроводными трубами И так далее Можно было выстраивать хоть какие-то прогнозы Несмотря на то, что и тогда это было достаточно сложно Сейчас абсолютная тишина Что это за ароматические вещества? Что за органические соединения? Никто не знает, никто ничего не говорит Кроме того, вот эта фраза о том, что в воду попали отравляющие химические вещества Которые убили рыбу Но убили не самими вот этим своим составом Не самими своими химическими формулами А тем, что в воде резко упало содержание кислорода Причем в 4, иногда в 6 раз Это говорит о том, что в воду попали некие химические вещества Потребители кислорода, так называемые Что такое потребители кислорода? Это вещества, которые даже связанные Молекулой воды кислород Состояние из этой молекулы отобрать Я не химик Но я предполагаю, что это весьма активные вещества Потому что, будучи в молекулярной связи внутри Формулы H2O Кислород не пребывает в свободном состоянии И извлечь его оттуда достаточно сложно Попробуйте дома из стакана воды извлечь кислород Ну, в общем, конечно, непонятная история Эта история дает Как бы полет фантазии И предположений, в том числе Нездоровых, неправильных и нехороших Но, как говорится Что есть, то есть Если нам не говорят, какими веществами Была отравлена вода в реке Изя То мы вольны и предполагать, что хотим Хабиров на этот доклад среагировал следующим образом Он выделил три главные позиции Очень характерные Никакой угрозы водозабора Уфы нет Необходимо оценить ущерб и возместить его за счет полиэфа И продолжить мониторинг качества воды Безусловно, это здравые посылы Однако Здесь нет самого главного Необходимо комиссионным образом Установить причину Этого выброса Этого попадания отравляющих веществ Дело в том, что Это и есть основополагающая задача Тех, кто борется с этими ситуациями Нужно устранять причину, а не последствия Но об этом Хабиров не сказал ни слова Далее последовал дежурный доклад О ситуации в жилищно-коммунальной сфере На дорогах и чрезвычайных ситуациях Этот доклад был абсолютно бесцветным И абсолютно несодержательным Останавливаться на нем нет никакого смысла Беляев просто сказал, что у него все окей Мухаммедьянов сообщил о том, что у него На 6 человек меньше погибло за последнюю неделю Господин Гумеров сообщил о успешно потушенном лесном пожаре Вторым докладом в рамках повестки На оперативке был доклад господина Разумикина Геннадия Валентиновича Председателя комитета по информатизации Республики Башкортостан И доклад этот был о реализации проекта Цифровая экономика Федерального проекта Цифровая экономика В рамках которого Господин Разумикин Выделил 5 региональных подпроектов Это информационная инфраструктура Это информационная безопасность Информационное госуправление Цифровые технологии И кадры для цифровой экономики Собственно, ни по одному из этих Проектов Господин Разумикин ничего такого особо Детального, конкретного Сообщить не смог Кроме того, по 4 из 5 Из этих проектов Вообще отсутствуют критерии оценки Господин Разумикин остановился на том Что ему выделено Примерно 77 миллионов рублей На реализацию всех этих региональных проектов Из которых Он уже получил Примерно 30% Что-то невнятно промелькнуло На слайдах Про сквозные цифровые технологии Но дальше Господин Разумикин перешел К единственному проекту В котором есть какие-то действия И какие-то существенные события Это проект называется Информационная инфраструктура Если говорить вкратце Весь проект сводится к тому Что господин Разумикин Героически пытается оснастить Предприятия Медицинской отрасли Учреждения медицинской отрасли И офисы Органов муниципальной власти Связью интернет Вспоминаются 11-12 годы Когда Хамитов Так же как и теперь Хабиров Пытался Информатизировать Республику Тогда шла речь о том Что в каждой школе Нужно иметь Широкополосный интернет Поставлены были задачи Там через год Через два Через треть Должно было быть решено И так далее И так далее Но в общем Все вернулось На круги своя Теперь Хабиров И его Вот этот вот Разумикин Неведомо откуда Взявшийся подмосковный Гений цифровых технологий Заново и вновь Цифровизует Информатизирует Республику Башкортостан Судя по всему И судя по докладу Господину Разумикину На данный момент Только Один и два десятых Процента Фельдшерских Акушерских пунктов Республики Башкортостан Имеют Способность Возможность Выхода В сеть интернет То есть Менее полутора процентов Обратите на это внимание 21 век на дворе 40 процентов Школ И учебных заведений В республике Башкортостан Имеют Подключение К сети интернет Меньше половины 21 век на дворе Но зато Господин Разумикин Перешел К большим деньгам Вовсе Не 77 с половиной Миллионов рублей На самом деле Крутится В его обороте Потому что Отчитавшись О бедственном положении По части Подключения Государственных органов Власти Учебных заведений Медицинских учреждений К сети интернет Господин Разумикин Сообщил нам Что он С успехом Провел Некий аукцион По Подключению Вот этих Вот Обездоленных Учреждений И организаций К сети интернет Аукцион выиграла ПАО Башинформсвязь При том Что Во время аукциона Конкурируя Я так понимаю С компанией Уфанет ПАО Башинформсвязь Упала в цене Внимание На 31 с половиной Процента Вот эта цифра Вот эта цифра Должна наводить На очень печальные Грустные мысли Либо Господин Разумикин Изначальную цену Поставил нереальную Либо ПАО Башинформсвязь Каким-то образом Пытается И попытается Оптимизировать Исполнение Вот этих работ Потому что Падение на треть Цены Это ненормально Таким образом Господин Разумикин Превратил Контракт В 2,5 миллиарда рублей В контракт В 1,7 миллиарда рублей И теперь ПАО Башинформсвязь В течение 19-го 21-го года Должно будет Запитать Интернетом 2774 Социально значимых Объекта Правда из них В 19-м году Будут подключены Всего 722 Два года И почему-то В 19-м году Это будет Только 722 Ну хорошо Предположим Еще 888 ПАО Башинформсвязь Подключат В 2020-м году И оставшиеся 1164 В 2021-м году Очень настораживает То что Большую часть Подключений Они откладывают На самый дальний Период Потому что Ситуация сейчас Нестабильная В том числе И с деньгами С валютами А многие Компоненты И работы ПАО Башинформсвязь Связаны С компонентами Которые приходится Покупать за рубежом Я имею ввиду И серверное хозяйство И кабельное хозяйство И всевозможные Другие штуки Которые приходится Покупать за рубежом И в России Не производятся И откладывать Их монтаж На 2 года Это Очень вероятно Попасть В эту валютную Западню Далее Господин Разумикин Сообщил нам Что он чудесным Образом Запитает Фельдшерские Акушерские Пункты Интернетом Со скоростью До 10 мегабит В секунду И тут Господин Разумикин Проговорился Завершая Свой доклад Он сообщил нам Что после того Как Ваша инфросвязь Создаст На эти деньги Вот на эти 1,7 миллиарда рублей Ту инфраструктуру Которую Она должна создать Эта инфраструктура Будет эксплуатироваться И коммерческим способом В том числе Будут происходить Коммерческие Подключения Потребителей На тех территориях Куда доставят Вот этот интернет С одной стороны Это конечно разумно С другой стороны При создании Проектной документации Безусловно Учитывалось Задание Необходимые Достаточные Мощности Значит Пропускные способности И так далее Если Башинформсвязь Закладывает Избыточные Пропускные мощности Тогда цена Возрастает Тогда контракт Мог бы быть еще дешевле А если он не закладывает Избыточных мощностей Тогда как он будет Подключать Коммерческих потребителей В таком случае Либо скорость упадет Либо вообще Соединение исчезнет Я конечно не специалист Но вот подобные Рассуждения Они лезут в голову Когда слышишь Доклад министра О том что Оказывается он Позволяет Некой организации Впоследствии Извлекать прибыль Из того проекта Который финансируется За счет его Региональной программы Впрочем Хабиров не стал Никак на это реагировать Выслушал Разумикин И как-то так Вяленько Резюмировал Как я понимаю Мы тут неплохо движемся Сказал Хабиров И доклад Разумикина принял Далее шел Доклад Господина Мухаммедьянова О реализации Федерального проекта Безопасные Качественные Автомобильные дороги Прямо скажем Фундаментальная тема Дураки и дороги Это основная тема Вообще в России В последние Наверное 200 лет И в этот раз Мухаммедьянов говорил Про дороги Он Как его предшественник По докладу Выделил Три региональных Подпроекта В этом федеральном проекте И они называются так Региональная сеть Что это такое Непонятно Общесистемные меры Развития дорожного Хозяйства И безопасное Дорожное движение Вот по этим Трем направлениям Господин Мухаммедьянов И намерен работать Для начала Господин Мухаммедьянов Охарактеризовал нам То бедственное положение В котором Находилось дорожное Хозяйство Республики Башкортостан На 18-й год Я так понимаю По итогам 18-го года Цифры ужасают Господин Мухаммедьянов Сообщил нам Что автодороги Соответствуют нормативам В Республике Башкортостан Всего лишь На 54,5% То есть Примерно половина дорог В Республике Башкортостан Не соответствует Нормативам и ГОСТам У меня всегда Когда я слышал Такие цифры Возникали вопросы Почему эти дороги Не закрыты Но об этом Мы поговорим Чуть позже Далее Господин Мухаммедьянов Сообщил Что по итогам 18-го года В городах И населенных Пунктах Дороги Соответствуют Нормативам Всего на 46,8% То есть Менее половины Дорог в городах Соответствуют Нормативам А также Господин Мухаммедьянов Сообщил Что по итогам 2018-го года 2,3% Дорог В Республике Башкортостан Катастрофически Перегружены Транспортными Потоками И не выдерживают Своей эксплуатации Так что же Теперь Господин Мухаммедьянов Собирается делать Ведь Ивата Рассказывая О своей работе Господин Мухаммедьянов Сообщил нам о том Что Он установил Некие параметры Успешности Своей деятельности Которым он будет Значит Самым Настойчивым образом Стремиться В 2019-м году Так что Сделает Вот с этими Тремя Кошмарными Показателями Которые были В 2018-м году Господин Мухаммедьянов Он нам сообщил Что за 2019-й год Он добавит Полпроцента Дорог Которые будут Соответствовать Нормативу Полпроцента И доведет Этот норматив До 55% Соответствия То есть Несложный Арифметический Подсчет Показывает Что если Господин Мухаммедьянов Подобными Темпами Будет Развивать Дорожное Строительство В Республике Башкортостан И далее То для того Чтобы привести Все дороги Башкирии В соответствие Ему понадобится 91 год Это при условии Что дороги После того Как он их Будет ремонтировать Не будут Больше никогда Разрушаться Иначе Это превратится В бесконечную работу Но напомню Почти половина Дорог В Республике Башкортостан Автомобильных Дорог Не соответствует Нормативам Далее По поводу Дорог внутри Городов Господин Мухаммедьянов Тут был Более оптимистичен Он сказал Что он За 2019 год Отремонтирует Примерно 11% Этих дорог Внутри Городов И населенных Пунктов Тем не менее Чтобы довести До 100% В соответствии Качеству Этих дорог Ему все равно Понадобится 5 лет Которую Вряд ли Просидит В своем кресле А значит Никто не сможет Оценить По достоинству Его усилия Кроме того Потребуется Еще и Волшебство На тему Того Что все Что он Ремонтирует Не будет Ломаться Эти 5 лет Ну и По поводу Перегруженных Дорог Господин Мухаммедьянов Сказал Что Он Снизит На 0,1% Вот эту Перегрузку На дорогах За 2019 год Что собственно Позволяет нам Рассчитать Темпы Его деятельности И Чтобы разгрузить Дороги в республике Башкортостан Хотя бы до норматива Господину Мухаммедьянам Понадобится 23 года Я не могу сказать Что некоторые задачи Он поставил себе Фантастические Я имею ввиду Что если мы оставим Тимура Рафисовича На своем посту Лет на 20 А то и на 23 Может быть он и достигнет Своих нормативных Показателей Но боюсь что 91 год Ему не удастся Проработать на этом посту Вообще В докладе Мухаммедьянова Бросалась в глаза Микроскопичность Задач Которую он себе ставит И которые назначают Критериями Успеха своей работы При этом Нельзя этого сказать О его бюджетах Дело в том Что порядка 31 миллиарда Рублей Находится В управлении Вот этого ведомства И Только на те Региональные программы Которые перечислил В этот раз Господин Мухаммедьянов Он готов потратить 5,7 миллиарда рублей Про деньги мы поговорим Чуть позже Но я закончу По тем Грандиозным планам Которые Собирается реализовать В этом году Господин Мухаммедьянов Почему-то с гордостью Он сообщил Что он Отремонтирует В республике Башкортостан В 2019 году 351 километр дорог Это ничтожно Мало Для такой Огромной Дорожной сети Которая есть В нашей республике Наша дорожная сеть Крупнейшая Российская Федерация И она Исчисляется Десятками Тысяч Километров Всего Шесть километров Дорог Собирается Построить Заново В этом году Господин Мухаммедьянов Он поставит Нам 26 Светофоров И осветит Почти Десять километров Автотрассы Представляете Какое достижение И установит Почти Семь километров Пешеходных Ограждений Тех самых Вот этих Столбиков И заборчиков Киреева Видимо В общем Конечно Тланы Мухаммедьянова Никак не впечатлили Меня Если честно Единственное Где у него Колоссальный Прорыв Это По части Установки Камер Видеофиксации Нарушений ПДД Вот тут Тимур Рафисович Развернулся На полную катушку К концу года Он обещает Увеличить Почти втрое Корпус этих Камер По Республике Башкортостан Их количество Превысит Тысячу штук И бесконечный Денежный поток Из штрафов Конечно Потечет В сторону Тимура Рафисовича Либо Тех организаций Которые будут Эксплуатировать Эти видеокамеры Какая-то часть Конечно Этих штрафов Попадет и в бюджет Однако Вот этот Перекос Там Шесть километров Дорог он построит За год И установит Почти тысячу камер Вот Судите сами Вообще О той тенденции Которая существует В деятельности Господина Мухаммедьянова Ну Немножко Еще О его финансах Из тех Пяти целых Семидесятых Миллиарда рублей Которые Он Осигнует Вот на эти Перечисленные Проекты Которые Он докладывал На данный момент Реализовано Всего 25% Напомню Что все дорожные Работы Должны быть Закончены К первому Ноября Некий Перекос Финансирования Присутствует Однако Тимур Рафисович Завершая Свой доклад Уверил Хабирова В том Что рисков Невыполнения Обязательств По региональным Проектам Нет Опасений По срыву Срокам Исполнения Работ Нет Ну Какие там Опасения Работы Практически Нет 6 километров Дорог Он собрался Построить В докладе Мухаммедьянова Меня привлек Один эпизод Который Я не могу Не упомянуть Потому что Он абсолютно Разрывает Мозг Речь идет О том Что Мухаммедьянов Доложил Хабирову О том Что в последнее Время Он героически Выявляет Недоработки В качестве Дорожного Строительства И он Докладывает О том Что он Выявил Массовые Факты Приемки Некачественных Работ В 2018 Году Вот в этом Проклятом Ужасном 2018 Году Который Теперь все Поминают Он выявил Ямочность Вышелушивание Поверхности Просадку Слоев Дорожного Покрытия И так далее И так далее Но позвольте А кто у нас Руководил Дорожной Сферой В 2018 Году Так дайте Припомнить Точно Мухаммедьянов Тимур Рафисович А кто у нас Принимал Все эти дороги В этом Проклятом 2018 Году Точно Мухаммедьянов Тимур Рафисович Так вот Мухаммедьянов Тимур Рафисович Выявил Многочисленные Нарушения В приемке Качества Автодорог В республике Башкортостан Напоминаю Свой пост Тимур Рафисович Занимается 17 июля 2017 Года Он сам Себя проверил Сам у себя Выявил Это что Я в Касповинной В общем Конечно Вот этот особенно Эпизод В его докладе Выглядел Ну просто Чудовищно Вообще Тем не менее Хабиров Отнесся к докладу Достаточно Положительно Он Пустился В какие-то Рассуждения О том Что да На дороге Нужно выделять Еще больше денег Там Как-то Значит Тажетинову Там дал указание Рассмотрите Возможность Увеличить Финансирование А то дороги Вот куда я не приеду Сказал Хабиров Везде мне говорят Что дороги плохие Ну тут немножко Как-то противоречие Началось с этим Чудесным докладом Мухаммедьянова Везде дороги плохие Везде где Мухаммедьянов Дороги хорошие А везде где Хабиров Дороги плохие Так может они По одним дорогам Будут ездить Далее Хабиров Даже Уфу Упомянул Сказал что у нас На улице Коммунистической На пересечении Коммунистической Ленина Такая колея Как будто Танки ездят Нет танки Ради Фаритович Там не ездят Там ездят Ну в общем конечно Не стал Хабиров Значит как бы Критиковать Мухаммедьянова Задал один вопрос Как там у нас С разметками Мухаммедьянов Говорит с разметками Вообще все замечательно Правда не успели Их сделать И муниципалитеты Попросили еще на месяц Отложить срок сдачи Ну то есть у нас Аккурат к Новому году Видимо мы так Получим разметку Мухаммедьянов сказал Что везде осевая Разметка нанесена Значит термопластиком Везде-везде Но мы видели Да и мы уже В одном из наших эпизодов Говорили об этом Чудесном термопластике Который рубит топором Чтобы придать ему Нужную форму Вот этот вот Материал 21 века В общем конечно Я бы на месте Хабирова Подобный доклад не принимал Вот эти 6 километров Дорог построенные Вот этот термопластик По осевым Значит разметкам И так далее Весь этот доклад Был перенасыщен Каким-то лукавством И враньем Четвертым плановым вопросом В повестке оперативного совещания Был вопрос О ходе заготовки Кормов В сельском хозяйстве Республики Башкортостан Понятное дело Доклад делал Файз Рахманов И Уповая на то Что Дорогой Радий Фаритович Совершенно Не интересуется Сельским хозяйством Ничего в нем не понимает Господин Файз Рахманов Предпринял Отчаянную попытку Заболтать Дорогого Радия Фаритовича В частности Господин Файз Рахманов Сообщил Что В этом году Необходимо Заготовить 3,8 миллиона Тон Кормов По 28 Единиц На голову скота На данный момент Заготовлено Всего 54% 1,8 миллиона Тон То есть 12 единиц На голову Но Он героически Идет к результату Планирует Собрать Еще по 14 Единиц На голову А еще У него есть Остатки 2,5 единицы В общем Худо-бедно Он наскребет Вот эти 3,8 миллиона Тон Файз Рахманов Высказал опасения Что в ряде районов Скот может пойти Под нож Потому что Уже наблюдается Дефицит кормов Файз Рахманов Сообщил Что Погодные условия Очень сложные Хабиров спросил Что Погода Подводит Файз Рахманов Говорит К сожалению У природы Нет плохой погоды Чуть было Не запел В общем-то Вице-премьер На этом Вроде бы Как и Все И точка И Хабиров Никак не среагировал Вот на этот доклад Файз Рахманова Потому что Действительно Он не особенно Уделяет внимание Однако Здесь я позволю Себе сделать Одно Серьезное И важное Отступление Господин Файз Рахманов Видимо Не в курсе Того Что все Заседания Правительства Все вот эти Оперативки Записываются Время от времени Они даже Анализируются А кое-кто И разбирает Эти оперативки Поминутно Так вот Не далее Как 10 июня 2019 года Господин Файз Рахманов Делал доклад О подготовке И необходимости Заготовки Кормов В сельском хозяйстве Республики Башкортостан И 10 июня 2019 года Господин Файз Рахманов Сообщил Нам необходимо Заготовить запас Полуторагодичный С возможностью С учетом Возможной Засухи 2020 года Для понимания Мы заготавливаем Где-то в среднем 9 и 6 Миллионов тонн Кормов в год Нам необходимо Заготовить 13-14 миллионов Это сено 2,8 миллиона тонн Сенажа 3 миллиона тонн Силуса 2,5 миллиона тонн Зернофорожа 1,5 миллиона тонн Минуточку Теперь речь Суего идет От 3,8 А где же Эти обычные 9 миллионов И где 13 запланированных У нас как Можно все Что угодно Говорить на оперативках Любые цифры Называть Прокатит Любой вариант Вообще Я не понимаю Дорогой Радий Фаридович Отмотайте Пожалуйста Видеозаписи Заседаний Поднимите Пожалуйста Видеозапись От 10 июня 2019 года И всерьез Задумайтесь Над тем Что вам Рассказывает На этих оперативках Господин Фазерахманов Пятым вопросом Оперативки Был вопрос Очень скучный И казалось бы Совершенно Непонятный Для обывателя И даже Для людей Хоть сколько Подготовлено В экономике Республики Башкортостан И вообще В экономических Вопросах Но даже В этом вопросе Мы нашли Массу Противоречий Расхождения Так вот Речь шла О совершенствовании Порядка Составление Перечня Недвижимое имущество В отношении которого Налоговая база Определяется Как кадастровая стоимость Доклад делал Господин Полставалов Олег Владимирович И сообщил нам Вот такую проблему Оказывается Законодательство Российской Федерации И в Республике Башкортостан Устроено Следующим образом Если в пользовании У Собственника В собственности Находится Помещение Свыше Одной Тысячи Квадратных Метров И это помещение Используется Коммерческим Образом Тогда Налог на имущество На это здание Сооружения Исчисляется Исходя из Кадастровой стоимости И этот налог Становится Так велик Что сумма Вот этого налогообложения Препятствует Вообще Всякой экономической Деятельности Вокруг этого здания Сооружения Ну казалось бы Действительно Серьезная проблема Странно Что законодательство Устроено Подобным образом Господин Полставалов Сообщил нам Что на территории Республики Башкортостан Он выявил 5793 Подобных Объекта То есть здания Свыше Одной тысячи Квадратных Метров Причем За последние Шесть месяцев Господин Полставалов Удвоил их Количество И теперь Все они Вот таким образом Налога облагаются И в общем-то Не понимают Что делать дальше И многим из них Дешевле закрыть Это здание И не эксплуатировать Его по назначению Чем платить Вот эти налоги Господин Полставалов Посетовал На то Что Росреестр Выгружает Ему в Министерство Земельных и имущественных Отношений Автоматически Все данные О подобных Объектах И туда попадают В том числе И социальные объекты Школы Здания РОВД Всевозможные Медицинские учреждения Ему приходится Чуть ли не вручную Их отсеивать Чтобы эти Объекты Не попали Под это чудовищное Налогообложение Далее господин Полставалов Привел Такой Совершенно Слезоточивый Пример Как в городе Туймазы Муниципально-унитарное Предприятие Гостиница Башкортостан Там тоже есть Такая гостиница За 6 месяцев 2019 года Заработало 300 тысяч Рублей Прибыли А вот налог На здание Был начислен На 400 тысяч Исходя из Расчета В полгода И на 800 тысяч Исходя из Годового расчета В общем Этими цифрами Господин Полставалов Попытался Иллюстрировать То что На самом деле В такой ситуации Работать Экономически Неселесообразно При этом Он как-то Так странно Заметил Что гостиница Которая Приносит 600 тысяч Доходов В год Всего 600 тысяч Работает В ноль Так как Она имеет Очень серьезную Социальную Нагрузку В виде Многочисленных Рабочих мест То есть В его представлении Муниципальные Унитарные предприятия Это такое предприятие Где можно Создать избыток Рабочих мест В ущерб Доходности Или вообще Экономической Целесообразности Что предлагает Полставалов Он предлагает По примеру Других регионов Например Татарстана Поднять Вот эту Планку Цифру В тысяч Квадратных Метров Увеличить До двух Тысяч Метров Например Или даже До пяти тысяч Метров Как в некоторых Регионах Которые он Упомянул А также Господин Полставалов Предлагает Дифференцировать Условия Налогообложения Подобных Объектов В зависимости От численности Населенного Пункта Опять же Подсмотрев Этот опыт У соседнего Татарстана Где Налогообложение Становится Более Мягким Если Население Не достигает Цифры 145 тысяч Человек В населенном Пункте Ну в общем Полставалов Предложил Оценить Закон О порядке Включения Объектов В этот Перечень Переосмыслить Его И таким Образом Наладить Ситуацию В этой Сфере Казалось Бы Это очень Разумные Предложения Но Мы их Оценим Чуть позже А дальше Я сейчас Приведу Диалог Который Случился У Хабирова С Полставаловым Они прямо В прямом эфире Обсудили Этот вопрос Хабиров спросил А куда идут Налоги От этих Зданий Сооружений Полставалов Говорит Ну в местный Бюджет А у нас Вообще Большой налог На имущество В Башкирии Поинтересовался Хабиров Тут Госпожа Игде самого С места Сообщила Что всего Она собирает Примерно 13 миллиардов Рублей Налогов На имущество Из них 1,6 Миллиарда Это та сумма Которая собирается С этих объектов Которые Кадастровым образом Оцениваются Хабиров Как-то так растерянно Стал говорить Хотел понять Кому Куда эти деньги Идут Насколько Это для нас Важно Очевидно Не доверяя Экономическим Способностям Господина Полставалова Хабиров Тут же Поручил Разбираться С этим вопросом Сидякиным Собрать Экспертное Сообщество Вызвать Госпожу Бойцову Который нам О немыслимом Росте Малого Бизнеса В Республике Башкортостан И вот Как-то Обсудить Этот вопрос Но На самом деле Удивительным Образом Оценивать Действия Полставалова Наверное Нужно Только Специалистам И К этим Специалистам Мы Обратились Попросили Экономистов Настоящих Экономистов А не Криминалистов Дать Оценку Вот этим Предложением И Каким Образом Можно Было бы Исправить Эту Ситуацию Но Как Говорят Эксперты Господин Полставалов Продемонстрировал Весьма Поверхностный Подход К этому Вопросу К вопросу Стимулирования Малого Бизнеса Потому что В основной Конве Его доклада Было то Что Вот это Налогообложение Убивает Малый Бизнес Но Позвольте Госпожа Бойцова Во-первых Нам Рассказывает О том Что Предприятий Малого Бизнеса У нас Становится Чудовищно Много Решение Этой Проблемы На самом Деле Должно Лежать Не снижение Расходов Малого Бизнеса За Которые Ратует Господин Полставалов А речь Идет Об аренде Помещений А повышение Доходов Малого Бизнеса О создании Ситуации Когда эти Доходы Будут Расти Когда Будет Предоставлена Возможность Зарабатывать Эти Доходы Аренда Это Саморегулируемый Процесс Она Регулируется В парадигме Необходимости Предложения Спроса Покупательные Способности И так далее Еще Очень важным Моментом Который Отметили Эксперты Разбирая Вот это Феерическое Выступление Господина Полставалова Это то Что На самом Деле Он ратует Не за Интересы Малого Бизнеса А он Ратует За интересы Большого Бизнеса Дело В том Что Вот это Его выступление О снижении Вот этого Налогообложения Было Сделано Исключительно В интересах Собственников Этих Крупных Объектов Недвижимости То есть Объектов Которые Превышают По площади Тысяч Квадратных Метров А кто У нас Основной Собственник Подобных Объектов Торговых Центров Развлекательных Центров На периферии Республики Башкортостан Не в Уфе Правильно Один из Крупнейших Собственников Подобных Объектов Это Господин Назаров И его Семья Они Владеют Сотнями Тысяч Квадратных Метров Которые Сдают В аренду Именно На периферии Республики Башкортостан Получается Что Господин Полстовалов Действует Вовсе Не в Интересах Малого Бизнеса А в Интересах Большого Бизнеса Кроме Всего Прочего Если Зашла Речь О создании Условий Для Зарабатывания Денег Малому Бизнесу Почему То Господин Полстовалов Не Занимается Процессами Стимулирования Создания Возможностей Для этого Бизнеса И в частности Например Приведу Такой Пример Что Сейчас Фактически Принято Решение О Прекращении Работы Технопарка Хемтерра Который Был Создан При Полиэфе Якобы Там Ничего Не Получается Так Вот Усилия Полстовалова Должны Быть Направлены И Нашего Экономического Блока Тоже На Полиэфа Получение На нормальных Условиях Сырья С полиэфа Для того Чтобы Производить Малотоннажную Дорогостоящую Продукцию На льготных Хороших Условиях Вот это Создание Условий Для работы Малого Бизнеса В общем Господин Полстовалов Конечно Не справился С этой задачей Для него Это Скорее всего Очень сложно Он не понимает Фундаментальных Процессов Идущих В экономике Понимая Его квалификацию Его образование Его трудовой путь Ну радует одно Что Радифаритович Отнесся Достаточно Большой Долей Скепсиса К докладу Полстовалова Не принял Никакого решения Прямо на месте И поручил Более компетентным Людям Этим заниматься В этот раз Хабиров Никак Не подвел Итогов Оперативки Не сделал Никакого Отступления Никоим образом Не охарактеризовал Историю Скал что Все Повестка исчерпана Всем хорошей Рабочей недели Я попытаюсь Сделать это За него И начну С небольшого Отступления Начну С письма Которое Пришло В адрес Нашего канала Из города Благовещенска Республики Башкортостан Так вот Наш Корреспондент Сообщает Нам О том Что в городе Благовещенске Проживает 45 тысяч Человек И примерно Еще 20 тысяч Проживает В районе И согласно По нормативам Минздрава Одна бригада Скорой помощи Из двух фельдшеров Должна Приходиться На 10 тысяч Жителей То есть Примерно В этом Регионе 45 плюс 20 65 тысяч Должно быть Как минимум 6 бригад Скорой помощи По 2 фельдшера На каждую машину Ну то есть Чтобы была сменность И возможность Отдыхать При максимальной нагрузке 11 вызовов На одну бригаду По факту В городе Благовещенске Работает 3 бригады Дальше Дальше Зачитаю Прямо с экрана С соблюдением Орфографии Пунктуации По факту 3 бригады 2 машины Просто стоят Без фельдшеров По одному Фельдшеру В каждой бригаде Работают сутки Через двое По 18 вызовов На бригаду Роддом Закрыл Новый главврач И всех рожениц Везут в город Уфа За 40 километров Часто рожают Скорой Не доехав Скорая приезжает На вызов С задержкой Минимум 45 минут Максимум Исчисляется Часами Все работники Скорой медицинской помощи Фельдшера Получают зарплату 26 тысяч Несмотря на то Что работают С перегрузкой Нет доплат За отсутствие Второго фельдшера Нет доплат За выезд В другой город Нет никаких премий Главврачи Максимум Работают по 2 года Их снимают За это время Они строят себе И детям дома И увольняются Сейчас главврач Купил себе Квартиру в городе Уфе Двум дочерям По коттеджу В городе Уфе На наши жалобы Никто не реагирует Ни прокуратура Ни президент Хабиров Никто Это маленький городок За пределы которого Ничего не выходит Все прикрывают Друг друга Если есть возможность Приведите свое Независимое расследование Опубликуйте Покажите россиянам Как мы тут живем Конец цитаты Я не знаю Достоверны ли эти сведения Но количество Недостоверной информации Манипуляций И откровенного вранья На последней оперативке Даже меня повергло в шок Я задаюсь вопросом Вот Если я что-нибудь Неправильно скажу А не дай бог еще совру Как те Кто меня смотрят Или слушают Сразу же бегут в суд И пытаются Штрафовать Наказать меня Там на десятки Миллионов рублей А если мы Граждане Республики Башкортостан В количестве Четырех миллионов Человек С экранов Компьютеров Телевизоров Слышим Откровенное Очевидное Вранье Какого-нибудь Министра Вот он просто Перевирает Сам себя Мы вправе Обратиться в суд И потребовать От него Неустойки За недостоверные Сведения Я не знаю Наверное Не получится Но задуматься Об этом точно стоит Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова